Это сирена. Громкие ЧП за неделю и страшная правда из жизни города. Мы уложимся ровно в 10 минут. Засекайте. Не проскочил. Нарушил требования дорожных знаков. Российская фура не смогла проехать под ЖД-мостом с ограниченной высотой. Атаковали. Удалить их можно и самостоятельно. Шмели и пчелы устраивают гнезда перед холодами у людей над головами. Была дача. Больше нет. Открытое горение кровли данного домовладения. Пенсионерка чуть не погибла из-за неаккуратного обращения с печкой. Мы начинаем. Днем 1 октября в деревне Кончаны загорелся дачный дом. МЧС к месту происшествия вызвала дочь пострадавшей. По прибытии спасателей кровли жилища горело открытым пламенем. Хозяйка была на улице. Пенсионерка получила термические ожоги лица, предплечье, рук и была госпитализирована. В результате пожара уничтожена кровля, повреждены стены, имущество в доме, перекрытие. Предварительная причина пожара – нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств. И это, пожалуй, одна из самых распространенных причин возгораний во время отопительного сезона. Важно помнить, что ни в коем случае нельзя перекаливать печь. Для растопки печи использовать лиховоспламеняющиеся жидкости и, безусловно, не оставлять печь без присмотра. 27 сентября в пятницу на Парковой был затор. Перекрыло движение застрявшее под мостом фура. Больший груз на российских номерах не рассчитал габарит и на всем ходу влетел под жидоконструкцию. В результате чего наглухо стал, перекрыв движение. К слову, такие ДТП случаются тут постоянно и все по одному сценарию. Госавтоинспекция напоминает, что перед железнодорожным путепроводом находятся знаки, такие как движение грузового автомобиля запрещено и ограничение по высоте не более трех метров. По словам очевидцев, водитель тормозил, но, как оказалось, было уже поздно. Фура перевозила трубы и металлическую арматуру. Груз уцелел, а вот прицеп серьезно пострадал. Для оценки возможного урона железной дороги на место аварии прибыли сотрудники Бобруйской дистанции пути. Чтобы достать машину, пришлось спускать колеса. Спустя буквально один день на том же самом месте и в ту же ловушку угодила очередная жертва невнимательности. В природе они живут в дуплах, расщелинах или в любом свободном и укрытом от дождя месте. Их гнездо состоит из нескольких параллельно висящих восковых сот. Однако человеческие постройки часто оказываются привлекательными для желоносных насекомых. Участились такие случаи и в нашем регионе. Еженедельно сотрудники МЧС выезжают на устранение гнезд. Если у вас рядом с домом, либо где-то на балконе завелись желоносные насекомые, то удалить их можно и самостоятельно. Однако для этого необходимо использовать определенные диклофосы, которые снизят активность желоносных насекомых. А также проводить эти мероприятия в вечернее время, когда осы находятся в своем коконе. А 25 сентября в Бобруйском районе на втором подъезде к городу со стороны Жлобина 29-летняя бобруйчанка, управляя Ниссан Алмера, наехала на 48-летнего местного жителя, который находился на проезжей части с велосипеда. С травмами мужчина госпитализирован. По предварительной информации он находился в состоянии алкогольного опьянения. За истекшую неделю сотрудниками ГАИ Бобруйского РОВД было задержано три водителя за управление транспортными средствами, находясь в состоянии алкогольного опьянения, что влечет административную ответственность по статье 18.16 административного кодекса Республики Беларусь. Также было выявлено 8 фактов управления лицами, не имеющими права управления транспортными средствами. Это была «Сирена». Ну а больше новостей ищите на нашем канале в YouTube и в соцсетях. Я Кристина Рьянс. Увидимся через неделю.